всем добрый день добро пожаловать на канал кипряда и стоит сегодня мы с вами поговорим про самую популярную частную школу на кипре до а колледж основная причина приезда на северный кипр это образование потому что вот тут действительно хороших уровня тут есть три варианта частных школ для вашего ребенка я вам расскажу про до колледж также и снег из колледж и есть English school в Кирине но мы сегодня поговорим про до а колледж так что давайте приступим до а колледж является школой которая является как подразделение от кембриджского университета британии также образование идет по a level это британская система образования обучение стоит примерно 3000 3500 долларов в год средняя школа обучения идет только на английском языке то есть некоторые дисциплины которые идут на английском так в основном все идет на английском в школе нет дневников так что нет никакого у ребенка переживания что вот блин я получил двойку или мне что-то написали дневник нет такого нет нельзя пользоваться телефоном я как сама ученик этой школы могу сказать что можно пользоваться телефоном на переменах но не прям часто вот так вот ходить потому что дежурят учителя вот и тебе может сказать что не сиди в телефоне а так можно на уроках соответственно нельзя так как тебе могут дать дисциплине 100 процентная скидка на семью если идет больше одного человека в эту школу вот то есть такая выгода если у вас есть дети то это ваш вариант образование начальника немножко отличается от зрения потому что там идет и турецкий и английский то есть там два языка основных можно сказать то что ребенок быстрее выучит турецкий язык стоимость разводки на автобусе где-то 300 долларов в год то есть если вы хотите чтобы ваш ребенок ездил в школу на автобусе то это стоит 300 долларов в год одни ки форма все это продается отдельно то есть вы должны за это еще дополнительно платить сегодня видео мы сделаем вопрос ответ учеников которые учатся в школе и собственно ответим на некоторые вопросы как иммигрантов которые приехали в другую страну учиться в дуа колледж так что давайте привет меня зовут соня член тут моложе приветливее они очень образованные и соответственно не больше желание разжевать материал они кстати очень любят разжевать материал прямо и повторяют 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 у меня самая большая рейд в учителях то что тут они намного добрее и нет никакого привязанного отношения все как у всех школа если школа платная ты платишь деньги у нас платная и даешь документы единственная сложность наверное как я думаю с которым вы можете столкнуться это не знание языка но это нормально потому что как вы придете в школу сразу научите все учить начнете и постепенно постепенно у вас уже все нормализуется и можно по этому поводу даже не переживать мне очень нравится психология тут очень нравится тут экономика география неплохая и история история тоже куда я могу сказать что есть разделение арт и сайенс да сначала идут основные предметы как математика английский турецкий и также тембей идет арт на котором я на этом подразделение у нас когда предметы идут бизнес история география и психология нашим опытом выбираем социологию либо экономику и также выбираем арт музыка французский либо а сети это по типу информатики я выбрала а сети но можно было выбрать вот изучение например французского немецкого или пальтина рисования и так далее также есть подразделение сайенс где уже нет ни истории ни вот этого всего там у них идет химия биология и фильм школа новее и ребята приятнее как-то общение приятнее с учителями с ребятами и надо дежурить дежурить учителя то есть они следят за тобой я думаю что это как-то более ответственно и тут также следить за порядком и идут нельзя прогуливать школу что очень важно и это очень хорошо как все более приветливое и дружелюбное конечно оборудование лучше все очень милые тут кормят вкусно кормят и тут есть библиотека вот это огромные плюсы не так чтобы нас грузили но наверное по большей части из-за языкового барьера бои сложности вместе на самом деле в школе прошли легко потому что все очень дружелюбные очень милые чтобы готовы пообщаться и так далее вот также учителя они это все понимают если что-то не понимаешь даже не говоришь шлем они могут все подойти спросить все ли ты понимаешь или нет и уже с тобой дальше договариваться русские украинцы белорусы казахи евреи иранцы турки киприо французы насколько знаменит и чане входит на самом деле очень много разных национальностей можно встретить любые русские в принципе с вами русские украинцы белорусы казахи турки киприоты иранцы есть англичане то есть можно встретить вообще всех помогают если есть какие-то проблемы если они видят что возможно что-то не понимаете они вам всегда подойдут помогают в числе помогают первые два месяца они шугались но уже привыкли девочки очень приветливые мальчики какие-то странные мне не нравится но в целом достаточно дружелюбно не тебе ничего плохого не сделают совершенно хорошо они с обучаются практикуется английский ты практикуешь свой английский я ничего бы не хотела изменить школе меня все устраивает я бы хотела больше ассортимент библиотеки чтобы нас пораньше отпускали на обеды очень вкусно разнообразно то есть не каждую неделю повторяется всегда разнообразные дни вот и есть принципе большой выбор и не так что ты приходишь слова все уже положено ты можешь сам выбрать что себе надо так что есть пуфет где ты можешь купить себе поесть классно то есть тебе дают поднос ты идешь и берешь воду хлеб потом может что-то горячее что-нибудь на закуску например там рис какой-нибудь салатик или тортик могут дать и какой-нибудь фруктик например банан и также дают жидко мясо тоже дают но не так часто я знаю что до 9 класса есть активити на них ходят есть танцы есть языки есть еще что-то много всего а 6 конкурса но из-за того что сейчас была пандемия то сейчас это наверное только сейчас будет восстановляться конкурсы еще ни разу не видела но до 9 класса дети могут выбирать тебе активити это такие кружки клубная деятельность по нашему например где они учат языки занимаются музыкой рисуют и всякое такое английский я думаю да улучшился но также я постоянно поддерживаю практику не только школьную я стараюсь смотреть интервью всякие сериалы фильмы и эти собственно себя тоже практикую и да я думаю что потихоньку английский лучше конечно мой прошлый английский до поступления в школу и нынешние это небо и земля до поступления в школу я у меня уровень английского был b1 ну он достаточно чтобы учиться но не фонтан вот сейчас наверное на уровень или на 2 он у меня повысился потому что я попала в среду уже спокойно смотрю сериалы понимаю книги понимаю учителей спокойно разговариваю вот так что стало гораздо лучше ну не спокойно но стало легче посложнее чем английский потому что там наверное больше вопросов которые могут у вас возникнуть к изучению этого к изучению этого языка потому что он более тяжелый чем английский но я бы не сказала например те кто учат русские что например русский дается легче чем турецкий но выучить возможно и потихоньку в принципе выучите турецкий ну смотря для кого то есть я сама из казахстана и казахский и турецкий это одна языковая группа то есть например для меня турецкий он легче и на слух понятней и он не самый сложный язык и его возможно выучить я постоянно где-то тусуюсь куда-то влазим с кем-то общаюсь вот перемены можно проводить выходить на улицу гулять по парку можно пойти пуфет что-нибудь купить просто общаться с ребятами сходить библиотеку почитать книги очень большая библиотека очень большой выбор иностранной литературы также есть французская литература есть русская литература которая перевести на на английский и выбор большой что создана очень хорошо в этом году начался 14 сентября до этого всегда начинался 16 сентября по слухам учебный год начинается примерно середина сентября есть каникулы зимой две недели или больше даже две недели да и летом два с половиной месяца пока всем спасибо давайте спасибо всем что ответили на эти вопросы также спасибо зрителям которые посмотрели это видео если вам понравилось то ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был канал приятный стейс всем до новых видео